Приветствую всех на канале Автоинструктор 62. Сегодня я расскажу особенности управления автомобилем в сырую погоду, в дождливую погоду. Сейчас осень, соответственно, данная ситуация будет у нас гораздо, гораздо чаще. Но прежде чем я перейду к советам, я расскажу две вещи, которые нам нужно знать. Как влияет вот это вот погодные условия, вот эти вот дождливая, сырая, пасмурная погода на нас, как на водителей и на сам автомобиль. На нас это, соответственно, влияет не очень хорошо, потому что, если, например, вы едете долго, то состояние такое не очень бодрое, да, за счет пасмурной погоды. Плюс у нас ухудшается обзор, очень здорово, это самая главная причина. У нас летит от колес перед едущих машин в лобовое стекло грязная вода, брызги, это все залепляет боковые стекла, боковые зеркала, фары, соответственно, обзор у нас ухудшается. Для автомобиля это также влияет пагубно. Почему? Потому что у нас немножко меньше становится устойчивость, ухудшается устойчивость автомобиля за счет того, что даже если у нас небольшой дождик и сырая дорога, у нас между колесом, вот колесо, а вот дорога, да, у нас уже такая водяная пленочка. Соответственно, за счет этого становится относительно скользко, то есть устойчивость теряется. Поэтому вот эти два фактора нужно сразу понимать и отсюда идет ряд советов. Первое. Когда мы едем и у нас начинается дождик, либо вы выезжаете уже в такую погоду, нужно следить за своей скоростью. Скорость автомобиля нужно снижать по отношению, когда вы едете в сухую погоду, в солнечную погоду, да, то есть нужно увеличивать дистанцию опять же. Почему? Опять же, по той же причине, что резкое торможение, вдруг, если вы что-то просмотрите, машина может уже не так послушаться за счет как раз того, что у нас не такое хорошее сцепление колес с дорогой. Поэтому, если вы по какому-то участку можете позволить себе двигаться 60-70, к примеру, да, и здесь пошел дождь, даже если небольшой, у нас меняется дорога, меняется обзор, соответственно, нужно скорость скидывать. До каких и сколько ехать конкретно, нет такого ответа на данный вопрос, потому что дорога, дороги рознь, вы можете двигаться по трассе, вы можете двигаться также по трассе, но будет плохая дорога, то же самое в городе. Но скорость должна быть такой, чтобы вы, учитывая плохую видимость, успевали считывать информацию, смотреть вдаль на дорогу, да, решать какие-то задачи, находить ответы на вопросы, которые у вас будут возникать, да, то есть скорость должна быть именно такой. По поводу дистанции, если вы вспомните вот этот ролик, кто не смотрел, пересмотрите, когда мы пользуемся примерно такой формулой, с какой бы скоростью мы ни двигались, мы делим ее пополам и добавляем слово метры, да, то есть если мы едем 50 км в час, делим пополам, 25 метров должна быть дистанция. Так вот, когда у нас ухудшается погодное условие, дождливая, сырая погода, мы эту дистанцию еще немного увеличиваем, хотя бы на 30-40%. Ну вот, можно плясать от этого. Соответственно, так как у нас ухудшается, повторюсь, сцепление колес дорогой за счет вот этой водяной пленочки, которая между у нас шинами машины и дорогой асфальтом, мы должны действовать медленно, да, то есть все движения мы делаем потихонечку, никаких резких движений. Тормозим заранее потихонечку, никаких резких движений рулем. Здесь опять же, вот простой пример, вы можете делать что-то на кухне, да, и вы капнули какой-то воды там из чайника, нечаянно там чай разлили на пол, соответственно, человек может подскользнуться и упасть. Почему? Потому что между уже нашей подошвой, неважно, босиком мы наступаем на вот это вот сырое покрытие, либо в обуви у нас уже скользко, да, становится. Или вы где-то можете в каких-то организациях, в каких-то аквапарках тоже видеть, внимание, там мокрый пол, да, то есть скользкий пол, соответственно, то же самое на дороге. То есть какое-то резкое движение рулем, особенно на повороте, да еще если тормозить или бросить резко сцепление, может привести к потере управляемости автомобиля. То есть вот это вы тоже должны понимать. Это, конечно, не лед, это не снег, но, тем не менее, бывают ситуации, когда дождь пошел после знойной жары. И, соответственно, асфальт раскален, если вы будете смотреть вдаль, вы увидите такое, как бы, да, полыхание на горизонте, испаряется от асфальта вот эти вот какие-то смолы, нагревается все. И когда попадает на это все холодная вода, первые несколько минут такая образуется пленочка, потому что на асфальте у нас еще пыль, грязь. И вот пока вот эта пленочка не смывается водой, первые 3-5 минут реально очень скользкая дорога. Иногда на сыром асфальте вы можете просто кроссовками вот так на каком-то месте сделать, да, если асфальт совсем гладкий, будет относительно скользко. Поэтому никаких резких движений, все потихонечку, увеличиваем дистанцию, не торопимся, сидим за скоростью. То есть мы едем на повышенном внимании. Водитель, он, в принципе, не должен отвлекаться ни на что. Но когда ухудшается какая-то дорожная обстановка, становятся условия недостаточной видимости, мы смотрим на дорогу, у нас какие-то вещи сливаются за счет воды, за счет капелек воды. Мы смотрим в зеркала, то же самое, даже если чистые капли, уже у вас не будет такого обзора. То есть вы едете на максимально повышенном внимании. Да, это такие основные советы. Дальше, соответственно, вы должны уметь пользоваться системой отопителей вентиляции салона. Потому что когда будет сырая погода, у нас будет меняться влажность, у вас начнет потеть все стекла в салоне автомобиля. Лобовое стекло, боковые, задние и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы себе обеспечить обзор, вы не должны разбираться в процессе движения, а вы уже должны знать, что включить, куда направить, на лобовое стекло, нужно ли кондиционер или не нужен. Бывает влажность такая, что только кондиционер помогает. Поэтому вам заблаговременно нужно разобраться, как что куда включать, что нажимать, где у вас кнопочка обогрева заднего стекла и так далее, и так далее. Если получается так, что у вас нет кондиционера в автомобиле, и влажность такая, что вот вам обдув на всю, на лобовое стекло делаете, и не помогает, у вас должна быть, сейчас я вам покажу, тряпочка вот такого плана, микрофибра. Да, она мягкая, и она должна быть чистая и сухая, чтобы, если что, она хорошенечко собирает влагу, не оставляет разводов. Либо тряпочка, которую вы сушите автомобиль после автомойки, хорошенечко ее отжать, чтобы она была влажной. Тоже, более-менее, когда у меня раньше были автомобили без кондиционера, очень здорово выручало, она должна лежать у вас вот здесь, в двери, в кармашке, всегда чистая, отдельная тряпочка для внутренней уборки стекол. Также вы ей пользуетесь, когда все потеет. С этим понятно, да? Дальше вы, соответственно, должны уметь пользоваться стеклоочистителями, стеклоомывателями, побрызгать на стекло, какой режим включить, как у вас это включается, вверх, либо вниз. Вы можете посмотреть вот этот ролик, я там более подробно все объясняю. Объясняю, обрызгала у вас машина, да? Вы либо без водички это делаете, если чистые капли, если с грязью обязательно нужно обрызгать на себя, иначе вы вот эту грязь всю размажете и вообще себе весь обзор просто перекройте. Так как у нас ухудшается обзор, соответственно, нас тоже хуже видно. Если сильный дождик, это как пелена, да, какой-то туман, соответственно, наш автомобиль тоже хуже видно. Поэтому, если вы едете просто с дневными ходовыми в светлое время суток, вам нужно включить еще хотя бы тот же ближний свет фар, для того, чтобы люди вас лучше видели издалека, чтобы у вас сзади загорелись красненькие вот эти, да, габариты. Если вы едете уже на ближнем свете фар, если у вас есть противотуманки, можете добавить противотуманки, но вы должны каким-то дополнительным светом обозначить свое транспортное средство. Поаккуратнее с дальним светом, потому что, если вы едете в сумерках, либо в темное время, когда вы включаете дальний свет в сухую погоду, он не так будет слепить, как в сырую погоду. Будет от асфальта, у нас как бы блестит асфальт, да, у нас будет отражать вода больше света, вы будете больше слепить встречных водителей. Поэтому поаккуратнее с дальним светом. Когда у нас дождик, у нас на дороге лужи, да, соответственно, мы не видим, что в этих лужах, там могут быть какие-то ямы. Ямы бывают разные. Бывает какая-то вот такая ямка, бывает такая с острыми краями, очень опасная. Это должно влиять на, опять же, на нашу скорость. Если вы и так едете там 30-40, и видите перед вами огромная какая-то лужа, вы должны учитывать на то, что там может быть какая-то яма. Все, что угодно там может быть. Поэтому скорость нужно сбрасывать еще, проезжать вот эти вот участки. Плюс вы не знаете, какая там глубина. Если перед вами едет автомобиль, вы можете примерно посмотреть, докуда ему достает вода. И бывает так, что какие-то затапливают участки. Вот у нас в городе есть несколько участков, когда проливной дождь, и там глубина доходит там до полуметра, чуть ли не до метра. Если дождь идет там в течение 15-20 минут, сильный проливной, как из ведра, с ливневки не успевает работать, вода не успевает уходить, и там набирается очень много воды. И бывает так, что перед вами едет автомобиль, и вы видите, что он едет, и у него уже там чуть ли не до дверей вода, чуть ли не на капот захлынивает. Нужно подумать, прежде чем ехать по этому участку. Если у вас обычная машинка, седан, хэтчбэк, то есть невысокая, низенькая, то вам не должно получиться так, чтобы вода достала у вас до верха, скажем, двигателя. Почему? Потому что у вас есть там такая вещь, как воздушный фильтр, куда вы меняете воздушный фильтр. И от него идет трубка такая, в сам двигатель. Так вот, если в большом количестве у нас вода попадет в эту трубку, и вода в большом количестве через эту трубку попадет в камеру сгорания, в двигатель, вода у нас не сжимается, мы можем получить, двигатель может получить гидроудар. Что это такое, я подробно объяснять не буду, потому что я не буду растягивать ролик, вещь очень опасная, можно попасть на очень дорогостоящий ремонт. Поэтому, если совсем глубина большая, либо нужно переждать, либо, ну, не знаю, как-то аккуратно, но если вы все-таки решаетесь преодолевать, скажем, вот это вот препятствие водное, то я советую это делать на первой передаче в натяг, потихоньку, не останавливаясь, не переключая передачи, чтобы вот вы одним вдохом проезжали вот этот участок. Но если будет совсем глубина большая, то у вас просто колеса перестанут доставать до асфальта, и вы как на лодке поплывете. То есть я видел такую картину неоднократно, таксисты вечно куда-то торопятся, и люди уже там летом просто по колено разуваются, и эту машину там, скажем, к берегу причаливают. Поаккуратнее вы просто можете все затопить в машине и так далее. Еще вы должны знать, что при движении, когда вы долго двигаетесь в таких вот условиях, там, например, ну, к этому же так же можно отнести и темное время суток, дождливая погода, пасмурная погода, и вы едете долго. От того, что у вас повышенное внимание, вы будете уставать гораздо быстрее, нежели когда вы едете в сухую солнечную погоду. Потому что вы постоянно концентрируете внимание, зрение на каких-то вещах, глаза будут уставать быстрее, общая центральная нервная система будет уставать быстрее. Поэтому это нужно учитывать. И не должно получиться так, чтобы вы уснули за рулем. Если такая монотонная дорога, дождь капает, шум воды, постоянно мелькает вот эта разметка, и если вы еще идете самостоятельно, вам даже не с кем поговорить, некому вас, скажем, бдить, да, а если еще и темное время суток, можно просто очень легко уснуть за рулем. Поэтому либо чаще отдыхайте, пораньше, может быть, сделать вам нужно ночлежку, переждать, передохнуть, поспать, там, гляди, погода наладится. Либо хотя бы почаще останавливайтесь, пейте кофе, умывайтесь, да, какая-то физическая активность. Еще момент, когда вы собираетесь где-то остановиться, вот идет большой сильный дождь, вы хотите где-то остановиться, выбирайте, где вы будете съезжать с дороги. Потому что вода попадает и на обочину тоже. И чтобы не получилось так, когда я просто видел такую картину, человек начинает парковаться, и он начинает сползать. Потому что там уже грунт, на обочине, на некоторых дорогах грунт, он становится от воды как каша, и машина начинает вот так сползать в кувет, либо просто переворачиваться. Поэтому прежде чем съехать с дороги, вы должны посмотреть, чтобы там было твердое покрытие, чтобы вы там не застряли, не забуксовали, чтобы у вас туда не стащило. Выбирайте какие-нибудь заправки, там плюс светло, можно зайти сходить в туалет, умыться, попить кофе, перекусить и так далее, и так далее. Но имейте в виду, уставать вы будете чаще, если вы едете на дальнее расстояние. Для опытного водителя, это обычно, например, ситуация. Но физиологию никто не отменял. Для новичка, конечно, ему будет не до сна, если вы поначалу попадете в такие условия, вы будете смотреть вот так вот, глазами, как бешеные таранки на дорогу. Но потом, когда вы попадете еще раз, еще раз, еще раз в такую ситуацию, это уже будет такая обыденность. Люди уже не повышают свое внимание, а зря. Редко, но бывает еще такая ситуация, когда вот дождик начинает, такой силой идти, что практически видимость равна нулю. Если мы будем продолжать движение, мы идем практически, скажем, ну, как говорят летчики по приборам, да, видимость нуля, иду по приборам. Я советую просто переждать данную, скажем, стихию. Она, как правило, бывает, когда такой шквалистый ветер 20 метров в секунду, резко ухудшается погода, какая-то туча пришла, ураган, да, можно где-то опять заехать на заправку, переждать, передохнуть, попить кофе и никуда не двигаться, когда пока не успокоится погода. Но если все-таки получается так, что вы решили остановиться, остановиться, вы не забывайте обозначить свое транспортное средство. Я бы даже советовал еще включить аварийку на время этой стихии, потому что если вот конкретный дождь, вообще стеной, там буквально 15, ну не 15, там 40 метров машину будет не видно. Включите аварийку, включите габариты, чтобы у вас что-то светило, чтобы у вас было видно и с задней части автомобиля, и с передней части автомобиля. Также вы должны знать, может быть, кто-то уже попадал, что когда вы проезжаете по какой-то глубокой луже, например, и вы начинаете тормозить, что машина тормозит менее эффективно. Наверное, кто-то уже, скорее всего, попадал. Те, кто не попадал, имейте это в виду. Почему это происходит? Потому что, когда вы проезжаете по воде, у вас в тормозные механизмы тоже попадает вода. То есть, в среднем, чтобы вы понимали, то есть, вы нажимаете на тормоз, вы вот так вот с двух сторон, вот две колодочки, а посередине диск, на котором крутится колесо. И когда вы нажимаете на тормоз, вы сдавливаете этот диск, и за счет трения, да, чем сильнее нажимаете на тормоз, тем сильнее сдавливаете, происходит торможение. Так вот, если сюда попадает вода, то же самое, да, колесо по сухому покрытию, какое трение, да, сопротивление, Колесо по сырому, то же самое вы на линолеум капните водички, да, скользко, без воды не скользко И здесь то же самое, попадает вода, поэтому вы будете по первости нажимать на тормоз, у вас не будет такое эффективное торможение Поэтому и дистанцию мы держим в сырую погоду больше, и вы также это должны учитывать Если больше таких глубоких луж нет, вам нужно просушить тормоза Как мы это делаем? Мы смотрим в зеркало, чтобы сзади никого не было, проехали по глубокой луже, разгонитесь, чуть-чуть притормозите Не резко, то есть вам нужно подольше нажимать на тормоз, но не резко Опять разогонитесь, опять притормозите И за счет того, что вы будете часто тормозить трение, у вас будут тормозные механизмы насчет трения высыхать Если получается так, что вы едете, вот такой слой воды постоянно, и вы едете, постоянно попадает вода Но здесь вы их сушите, не сушите, все равно они все будут в воде, поэтому следите за скоростью, увеличьте дистанцию, ехайте потихонечку Не забывайте про комплектацию, чтобы в такую вот погоду у вас в багажнике был тот же зонтик, например, многим помогает Водичка там, да, вы где-то долго проехали, даже если вы уже, скажем, высохла дорога, а вы ездили по дождю У вас на автомобиле вот эта грязь остается и высыхает, и у вас вся в налете будут и боковые стекла, и зеркала, и фары, чтобы вы могли это протереть Двигаясь на дальнюю поездку, то же самое, если вы долго едете, периодически останавливайтесь, если лобовое стекло вы можете стеклоочистителями помыть, да, побрызгать водички То боковые стекла, боковые зеркала, фары, стопари, задние стопы при торможении, чтобы вас видели, вот это вы ничем не помоете На некоторых машинах есть омыватель, фар, конечно, но на каких-то нет, поэтому периодически останавливайтесь, протирайте Прежде чем куда-то двигаться, выходите с работы, да, у вас машина вся грязная стоит, то же самое после дождя, протрите, обеспечьте себе хороший обзор А вообще, также советую с вечера, перед тем, как ложиться спать, у нас, конечно, гидромедцентр иногда обманывает, но тем не менее, с вечера можно посмотреть, что завтра за погоду Будет в ночь дождик, не будет, для того, чтобы вы уже утром планировали время, берите запас времени Если будет плохая погода, это всегда так, какие-то условия, снегопады, дожди, сырая дорога, соответственно, в городе постоянный коллапс Пробки еще больше за счет того, что едут потихонечку, и чтобы не получилось так, вы смотрите на часы, все, я опаздываю на работу То есть, вы не рассчитали на то, что вы будете ехать медленнее, человек начинает уже, ну, немножко двигаться небезопасно, особенно, когда он уверен И самый-самый главный совет, если вы вот прям совсем новичок, вы еще не чувствуете габарит в автомобиле, вы еще боитесь ехать в светлое время суток И здесь вот, на сухом покрытии, я имею в виду еще, и здесь предстоит вам поездка, когда там, например, темно, еще плюс, да, еще ухудшаются условия, ничего не видно, да еще идет дождик Если вы вот прям совсем новичок, вы сдержитесь от поездки, не нужно вам пока двигаться, это будет для вас очень-очень сложно И может закончиться плачевно То есть, вам нужно потихонечку, по нарастающей, чтобы вы хоть как-то почувствовали уверенность по сухому покрытию в светлое время суток Потом уже потихонечку начинайте усложнять Если, конечно, с вами будет опытный какой-то водитель, спокойный, он будет руководить вашими действиями, он будет вас бдить, он будет вас контролировать, это другой разговор Но если вы вот чисто самостоятельный и без опыта, не советую, начните пока с более простого Ну и в заключении еще скажу очень важную вещь, есть такое понятие, как аквапланирование Многие знают уже, что это такое, можно, конечно, снять целый ролик про это, но я все-таки в двух словах объясню То есть, когда у вас какая-то глубокая лужа, либо она может быть неглубокой, может быть вот такой вот слой воды И если у вас приличная скорость, от того, что вы будете пролетать по этой луже, у вас колеса не будут успевать доставать до асфальта И вы будете по воде, как лодка пролетать просто Соответственно, в этот момент, когда у вас нет соприкосновения шин с дорожным полотном, у вас машина просто может потерять неустойчивость Вы можете повернуть руль, машина будет не реагировать То есть, представьте, когда мы все в детстве, либо дети кидают вот эти вот камушки по воде, и мы считаем лягушки, там, раз, два, три То есть, камень же, он не сразу падает Если вы потихонечку камушек кинете, он не подпрыгнет, да, он сразу бульк и ушел на дно А если вы под определенным углом, вот так вот, из большой скорости силы кинете камень, он, как лягушка, пропрыгает несколько раз То же самое, чтобы вам сравнить, происходит с автомобилем Когда вы на большой скорости летите 100 км в час, здесь какая-то низина внизу, а в низине вот такая лужа Соответственно, за счет большой скорости шина не успевает доставать до земли, до асфальта И вы просто будете, как лодка, пролетать по этой воде Очень опасно, очень чревато Поэтому, умейте в виду, лишний раз повторюсь, скидывайте скорость Вы и так должны двигаться с меньшей скоростью, чем по сухому покрытию Если вы видите перед вами большая лужа, сбрасывайте скорости еще больше Ну, вот такие вот основные советы Как видите, нюансов очень и очень много Если вам что-то непонятно, спрашивайте в комментариях Я записываю ролик спонтанно Если я вдруг что-то важное забыл упомянуть То более опытные водители, прошу вас, добавьте в комментарии, чтобы данный ролик был полностью автономный Поэтому еще раз вкратце повторяю Если вдруг начинается дождик, либо прежде чем выезжать со стоянки И вы видите такая пасмурная погода, увеличенная влажность Прежде чем ехать, включите сразу на единичку, на двоечку обдув стекла Поставьте на стекло, включите обогрев заднего стекла Обеспечите себе обзор Приготовьте тряпочку здесь слева, либо справа Не важно, чтобы если что, вдруг не справляется печка Если у вас нет кондиционера, вы могли бы все протереть Не забывайте сразу нажимать на себя, если у вас обзор Чтобы вам не искать вверх, вправо, вверх, либо вниз Как у вас там стеклоочистители включаются На себя с водой Разберитесь заранее как бы с этим Вы повышаете внимание, вы увеличиваете дистанцию Вы следите за скоростью То есть просто не торопитесь Потихонечку ни на что не отвлекайтесь Если совсем погода изменилась, совсем все плохо Остановитесь, переждите 10-15 минут Только потом продолжайте движение Если какие-то остаются вопросы, спрашивайте в комментариях Сегодня на этом все Я надеюсь информация для вас была полезной, подробной Если да, поддержите лайком Не забывайте подписываться на канал Не забывайте присылать свои истории вождения Ну а я как всегда вам всем желаю удачи на дороге Всем до свидания